Для тех, кто служил и служит, он не иначе, как дядя Вася. Родоначальник воздушно-десантных войск России Василий Филиппович Маргелов, герой Советского Союза и первый командующий ВДВ, увековечен в Бронте на территории 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которую приняли в состав ВДВ России в прошлом году. Торжественно открыть обелиск прилетел командующий ВДВ Владимир Шаманов. В земле гаранта российской безопасности на восточных рубежах нашего Отечества, где вы несете службу, произошло знаменательное событие, открыт бюст Василия Филипповича Маргелова, а в последующем, я надеюсь, мы и откроем полнокровный памятник. Каждый десантник мечтает получить медаль из рук командующего. 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, офицерам и солдатам это удалось. Владимир Шаманов, командующий ВДВ России, лично прикреплял к кителям медали. На месте по-отечески наставляя солдат на дальнейшую службу. Сколько классовый заканчивается? 11. 11? Причем. А куда вы можете постоянно? В училище. Ну все, я считаю, что ты поступил. Соединяем и повседневную деятельность, и медицинскую нашу работу профессиональную, на то, что мы учились, на то, что нас учили. Ну, соответственно, повседневную нашу службу, нашу боевую подготовку. Более одного миллиарда рублей с федерального бюджета. Столько будет направлено на строительство и переоснащение 83-й отдельной бригады ВДВ. К 2016 году здесь планируют отстроить две новые казармы, плавательный бассейн, хоккейную коробку, современные учебные корпуса и даже музей. Цель – сделать уссурийскую бригаду лучшей в Дальневосточном федеральном округе. С точки зрения вопросов боевой подготовки, это все в их руках. А в плане обустройства войск у меня нет никаких сомнений, потому что все решения министром обороны приняты, обеспечено финансирование всех процессов, проходят конкурсные процедуры, все будет построено. Мы привыкли приказы министра обороны выполнять. Во время призыва огромное количество молодых людей стремится попасть сюда. Эта часть ВДВ – единственная боевая на территории всего Дальнего Востока. 83-я отдельная бригада будет отстраиваться и развиваться. Но, как отмечают командующие воздушно-десантных войск России, главное – это люди. Не зря одним из девизов десантников является «Никто, кроме нас». Надежда Арсеньева, Михаил Павлов, Панорама.